Студенты Югры получили шанс побороться за призовой фонд в 3 миллиона рублей во Всероссийской киберспортивной лиге. Окружной отборочный этап уже пройден, осталось подтвердить лидерство на уровне Уральского федерального округа. Представлять наш регион будет команда из Сургута. Как выбирали лучших ребят и в каких играх им предстоит продемонстрировать свои умения, расскажет Мария Ливанян. В Югре выбрали лучшую студенческую киберспортивную команду. Определяли победители среди представителей трех вузов Сургу, СургПУ и Сургутского института экономики, управления и права. Чтобы доказать лидерство, необходимо было превзойти противников в пяти разных играх. У нас есть и командные, и индивидуальные дисциплины. Три индивидуальные – это Хардстоун, Старкрафт и Клэш-Рояль. И командные – Дота-2 и Контер-Страйк. За занятое место в каждой дисциплине команда получает определенное количество очков. И по сумме набранных очков за все дисциплины определяется. И, собственно говоря, итоговый победитель – тот, кто и примет участие на УРФО. Соревнование Уральского федерального округа – это шанс для юных киберспортсменов выйти на всероссийский уровень, где можно не только заявить о себе, но и получить внушительный выигрыш. Призовой фонд седьмого сезона составляет более трех миллионов рублей. Югрый отбор на всероссийскую киберспортивную лигу проводится в третий раз. Дважды площадкой для соревнований становился Сургутский район. Киберспорт, как и многие другие виды спорта на территории Сургутского района, есть и развивается. Я очень рад, что у нас есть соответствующая инфраструктура. Мы ее создали и позволяют это делать. Я очень рад, что у нас есть киберспортсмены на территории района, которым это интересно. Для победы в региональном отборе участникам необходимо набрать наибольшее количество баллов в каждой дисциплине. Как рассказали геймеры, для этого нужно уметь правильно оценить свои слабые и сильные стороны и, исходя из этого, распределить силы. Самое, которое мы сильно оценим, это Counter-Strike, потому что мы уверены в себе. Мы не раз побеждали в турнирах, проходили финалы у них. Ну, опасаемся, скорее всего, за доту, потому что, скорее всего, состав может подвести, они не особо сыграны. Но у нас пока настрой попытаться выйти в следующий этап, а там дальше как вас повезет. На региональном отборе команде Сургутского государственного университета уже повезло. Они по итогам игр стали первыми среди заявившихся студенческих коллективов. Теперь им предстоит защищать честь региона на уровне Уральского федерального округа. Как отметили в окружной федерации фиджитал спорта, югорские спортсмены нередко демонстрируют отличные результаты. Парень, который был открыт нами в рамках Кубка главы Сургутского района в 2017 году, не так давно выиграл чемпионат мира. То есть он правильно называется «Мажор» в Лиме. По «Дота-2» Антон Шкаедов его зовут. Вот тот, кого мы открыли в Сургутском районе, сейчас играет на мировой арене. Отметим, что именно в 2017 году в Сургутском районе и начали развивать киберспорт. С тех пор в муниципалитете появились тренеры по этому направлению. Специальная арена и более 300 спортсменов, занимающихся на постоянной основе. Вся эта работа не осталась без внимания и Всероссийской федерации фиджитал спорта. Организация в этом году обратилась к главе района с инициативой о совместном проведении турнира. В мае этого года Барсово станет площадкой для третьих открытых школьных игр по фиджитал спорту.